МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В первый раз, в первый класс, да еще и в новую школу. Необычный подарок школьникам поселка Курма преподнес глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Ученики школы номер 32 при Шахтинске второй год подряд изучают робототехнику. Учебное заведение, где готовят инженеров будущего, посетила Ким Караганды Нурлана Абакиров. Спорт за колючей проволокой. В учреждении АК-159-17 подвели итоги ежегодной летней спартакиады среди заключенных, которая длилась два месяца. В первый раз, в первый класс, да еще и в новую школу. В День знаний состоялось торжественное открытие учебного заведения в поселке Курма. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков приехал поздравить и пожелать успехов школьникам и учителям в новом учебном году. Глава региона сделал еще один подарок. Директору школы вручили сертификат на оснащение кабинета робототехники. Перед тем, как школьники зашли в новое учебное заведение, состояние кабинетов проверил Аким области. Директор новой школы рассказал Нурмухамбету Конопиевичу, как и чем оборудованы классы. Школьная линейка началась с поздравления инопустственных слов главы региона. Здесь я посмотрел условия, которые созданы для вас. И прямо скажу, по-человечески завидую тем ребятам, которые здесь будут учиться. Достаточно сказать о том, что если у нас по области в целом на один компьютер приходится более пяти наших ребят, учащихся, здесь два человека, то есть здесь прекрасные условия создаются для того, чтобы вы в мире знания себя правильно ориентировали, имели доступ ко всем возможностям. Исаханова Аружан – ученица второго класса. В будущем она хочет стать учителем. Ее любимые предметы – казахский язык и математика. Аружан рассказала, что ей уже нравится новая школа, хоть и не видела ее полностью. Я очень люблю учиться. Первый класс я закончила на отлично. Новая школа мне нравится больше, чем та, в которой я училась. Здесь очень красиво. Светлые и уютные классы оборудованы всей необходимой мебелью отечественного производства. Слова благодарности выразила бабушка двух учеников новой школы. Я рада за вас, за всех, за коллег, за детей. Я восхищена. Я горжусь нашим государством. Школа оснащена мастерскими, мультимедийными, лингофонными кабинетами, специализированными классами химии, физики и биологии. Например, кабинет химии оборудован всем необходимым. На практических занятиях ученики будут работать с водяной баней и аппаратом для получения дистиллированной воды. Как говорят преподаватели, много интересного ждет школьников в этом учебном году. Школа построена по госпрограмме, по аварийным школам, которые вместо аварийного построены. Здесь школа на республиканский бюджет 823 миллиона средства на это. В планах учителей внедрение проектов. Опорная школа и открытие мини-центра на 75 мест. Педагогический коллектив более 40 человек. На протяжении двух лет строилось это учебное заведение. 1 сентября новая школа на 320 мест распахнула свои двери. С нового учебного года получать знания начали 240 учеников. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Севикидзе, 1-й Карагандинский. Если ученикам новой школы в поселке Курма только предстоит познакомиться с удивительным миром робототехники, то учащиеся Карагандинской школы номер 32 уже с успехом изучают этот предмет. Учебное заведение, где готовят инженеров будущего, посетила Ким Карагандин, Урлана Убакиров. Школа номер 32, что в Пришахтинске, с виду обычное среднее учебное заведение. А на деле именно здесь одними из первых внедрили новый факультатив робототехника в рамках проекта «Инженеры будущего». Цель всего проекта – создать систему непрерывного обучения инженерным специальностям, начиная со школьной скамьи. В прошлом году школе был выдан сертификат на приобретение кабинета робототехники. За этот год мы добились больших успехов в данном направлении. А именно, у нас три призовых места на международном фестивале «Робаленд-2016» проводимом в Караганде. На открытом переносе города Алматы у нас пять призовых мест, из них причем три первых. Мы участвовали в республиканском военно-патриотическом сборе «Айдын» на Спасском полигоне, где команда школы заняла первое место. Сегодня команда школы в составе сборной Караганинской области готовится к республиканским международным соревнованиям. Созданием роботов, возможно, увлекутся и эти первоклассники. Но это будет потом. А пока для них самая первая школьная линейка. И первые напутственные слова Акима Караганды Нурлана Аубакирова. Городоначальник отметил, что сегодня праздник всех школьников. Но для первоклассников и выпускников этот день особенный. Для малышей прозвенит самый первый в их жизни звонок. И начинается ответственная школьная пора. А для 11-ти классников сегодня выход на финишную тримулю. К путевку в жизнь вы получаете знаменательное время. Год 25-летия независимости Республики Казахстан. Это добрый знак. И нет сомнений, что вы оправдаете возложенные на вас надежды. Желаю вам хороших отметок, радостных открытий, здоровья, счастья, добра, уверенности в своих силах и всяческих успехов. С праздником вас, дорогие ребята! Добрый путь! В новом учебном году школьное образование претерпело немало изменений. И в первую очередь реформы коснулись первоклашек. Учиться они будут пять дней в неделю с 1 сентября по 1 июня. Кроме того, родителям первоклашек не придется тратиться на учебники. В Минобразовании заявили, что школьными книгами будет обеспечен каждый. Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. Первый школьный звонок прозвенел и для учеников 92-й гимназии. Торжественную линейку, а затем первое занятие посетили десятки первоклассников. Чем запомнился для малышей День знаний и какие планы строят школьники, выясняла Аймамрина. День знаний в 92-й гимназии начался традиционно с торжественной линейки. Школьников поздравила директор гимназии Айман Мусина. Желаю школьникам удачи и успехов в учебе. Учеба в школе – это труд и подчас очень тяжелый. Желаю, чтобы ученики были умными и прославляли нашу гимназию. Родителям желаю терпения. В этом году порог 92-й гимназии переступили порядка 100 первоклассников. Их разделили на три класса. Многие уже успели познакомиться с учителями и гимназией. Семилетнему Ярнуру Макатову даже выбала честь прозвенеть первый звонок. После линейки первоклассники приступили к занятиям. Первый и единственный в этот день урок посвящался Дню Конституции. Маленький Ярнур с любопытством разглядывал новенькие школьные принадлежности и внимательно слушал учителя. Новоиспеченный ученик даже пообещал стать отличником. Я рад, что пойду в первый класс. У меня будет много новых друзей. И я буду учиться на пять. Ознакомительные занятия прошли во всех классах. Школьники без стеснения обсуждали не детские темы, а любви к родине и как она выражается. Рассказали о любимых предметах и будущих планах. Меня зовут Булат Айдана. Я перехожу в пятый класс. Я очень рада. Сегодня 1 сентября День Знаний. И хочу получать в этом году только пятерки. Меня зовут Илья. Мне очень нравится школа, когда я вырасту, буду футболистом. Я Мастафина Толгат. Мне очень нравится школа. Мой любимый предмет – это русский язык и математика. Меня зовут Альхан Мальдар. Я перешла в пятый класс, в пятый акт. И сейчас я очень рада. У нас сейчас 1 сентября. И наша школа очень крутая. Айом Амрина Жакслык Нуртай, Александр Целькиця, 1-й Карагандинский. Праздник начала учебного года отметили и в высших учебных заведениях. Свой первосентябрьский флеш-мо провели студенты и преподаватели Академии Булашах. Нынешний набор в Академии Булашах можно назвать удачным. Так, во всяком случае, говорят в ректорате. Преподаватели заявляют, что все абитуриенты хорошо сдали вступительные экзамены. Стоит также отметить, что в нынешнем году Академия принимает студентов по 11 специальностям. Самые востребованные у молодежи – педагогические. В этом году на них был самый высокий конкурс. Особенно пользуются популярностью и спросом такие специальности, как педагогика, психология, дошкольное обучение, воспитание, иностранные языки, и казахские группы, и русские группы. Студенты целенаправленно, идя на педагогические специальности, выбирают эту стезю осознанно. Это не тренд, это не мода, а именно осознанный выбор детей. Уже завтра новоиспеченные студенты займут места в лекториях и начнут постигать азы своей будущей профессии. Но сегодня праздник – 1 сентября. И торжество содержало в себе все элементы праздничного мероприятия, одно из которых – награждение. Благодарности от ректора и государственными наградами удостоены лучшие преподаватели Академии. Впереди у первокурсников долгие годы учебы. Преподаватели Академии признались, что будет непросто, но каждый из них готов прийти на помощь. Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты, День знаний является символом добрых начинаний, новых возможностей, смелых, открытых и больших надежд. Впереди у нас интересный путь. Желаю всем удачи и успехов на этом пути. Флэшмоб завершился приятным сюрпризом. Перед студентами-первокурсниками выступили ребята из популярной музыкальной группы. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Начни образование с искусства. По таким девизам клуб ЮНЕСКО «Школа искусств номер 2» организовали творческую акцию. Около 200 учеников собрались вместе, чтобы показать свои таланты и умения. На протяжении всего вечера дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. На сегодняшний день школу искусств посещают более полутора тысяч детей. Развивается школа по пяти направлениям – музыкальная, хореографическая, театральная, эстрадно-цирковое и художественная. Подобные мероприятия проводятся впервые, но организаторы уверены, что с помощью акции смогут привлечь больше учеников и открыть для них удивительный мир творчества. Главная цель этой акции – чтобы как можно больше завлечь детей, чтобы они занимались искусством, чтобы дети творчески развивались. Даже путь к науке лежит, более эффективный путь через искусство. Наша главная цель, и поэтому мы через концерты сегодня проводим такую акцию. 11-летняя Екатерина Кравченко всегда мечтала заниматься танцами и выступать на сцене. Девочка учится в школе искусств всего два года, но за ее плечами уже не один конкурс и множество наград. Катя считает, что танцы – это ее призвание. Сегодня проходит творческая акция от школы искусств. Мы выступаем, танцуем три танца – казарский арулар, еще один казарский меряке и современный как флешмоб танец. Мне очень нравится заниматься танцами. Мы как-то узнаем себя, культуру нашего народа и не только. Мы учили очень много танцев. Что тут особенного в вашей школе? В нашей школе особенно то, что она самая лучшая. На протяжении всего вечера зрители радовали разнообразными номерами. Выступали лауреаты международных и республиканских конкурсов. Стоит отметить, что это не единственная площадка, где проходила акция «Ночное образование с искусства». Организаторы выражают надежду, что таким образом смогут привлечь как можно больше детей в стены школы искусств. А сердце Замбаева и Снабекуспан Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области до конца года планируют запустить 7 промышленных объектов стоимостью свыше 68 миллиардов тенге. На новых предприятиях будут созданы свыше 700 рабочих мест. Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кадраганбеков. На протяжении многих лет Караганда занимала первое место по добыче угля. Тенденция не изменилась и в этом году. Караганда по-прежнему держит лидирующую позицию по уровню промышленности. В регионе ежегодно производится более 30 миллионов тонн угля. Наша промышленность, наш промышленный сектор на подъеме, несмотря на кризисные явления и кризис рынков. Половина объема валового регионального продукта в области производства в промышленности, это 50%. При этом более 30% в обрабатывающих отраслях промышленности. Производитель труда в обрабатывающей промышленности увеличится на 4,7%. В дальнейшей перспективе – разведка и освоение метана. Разрабатываются 16 месторождений. Ведутся переговоры с инвесторами из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и ряды других стран. К тому же на Экспо-2017 свою продукцию в виде строительных материалов, продуктов легкой промышленности, от нашей области отправят 12 компаний. «Определён перечень промышленности предприятий, нуждающихся в мерах господдержки. В основном это вопросы по применению понижающих коэффициентов по тарифам на железнодорожные перевозки и на электроэнергию. На сегодняшний день в Ленине понижающие коэффициенты получили следующие предприятия – ошлодник Тимутау, то корпорация «Хазахмас», то Талкин-Тимир, а уже Джеремский горно-обогатительный комбинат, Тимутовский электрометаллический комбинат, то Бахмани». Падение цен на металл во всём мире принесло ущерб и нашим предприятиям. Сейчас в нашем регионе ряд предприятий испытывают трудности. Также область нуждается в извести высшего сорта. Её будут импортировать из-за рубежа. Несмотря на такой казус, чиновник призвал всех поддерживать казахстанское содержание. Айям Амрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Закончилась ежегодная летняя спартакиада среди заключённых. Осуждённые соревновались в разных видах спорта за ценные призы. Помимо трёх призовых мест, отличившиеся тоже получили призы. Об итогах соревнований расскажет Лариса Хусаинова. Владимир Вишневский был осуждён почти два года назад. В прошлом году на спартакиаде команда Владимира заняла третье место. Но этот год стал победным. Главный приз – телевизор достался за слаженную командную работу. Это всё администрация за то, что даёт возможность нам показать себя, несмотря на то, что мы находимся в местах лишения свободы, но проявить, поднять энтузиазм, силу, дулю в оху и выигрывать. Отличься от дурных мыслей, как говорится. Заняться спортом, чтобы были здоровы и всегда нам позитивнее. От постельных принадлежностей до телевизора. За награды от администрации заключённые соревновались в шести видах спорта. Футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы и дартс. Спартакиада проходила среди пяти команд. В каждой по шесть человек. В течение двух месяцев заключённых приобщили к здоровому образу жизни, чему они очень благодарны администрации. Даже несмотря на поражение, осуждённые остались довольны спартакиадой. Спартакиада прошла успешно благодаря таким участникам, как вы и благодаря организаторам администрации учреждения и за хорошие, добротные организации. Поэтому спартакиада, думаю, принесла пользу не только для вас, участников, но и для администрации, потому что это раз хорошее дело было сделано, то же самое духовное удовлетворение какое-то должно быть. Такие мероприятия помогают заключённым отвлечься от повседневной жизни в неволе и настроиться на законопослушную жизнь на свободе. Лариса Хусейнова, Жекслук Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова